Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить наш доклад. Мы немножко добавили к названию особенности комбинированного лечения рецидивного рака в головы и шеи в условиях университетской клиники. Чем представителем я являюсь. В нашей клинике более 10 тысяч пациентов проходит ежегодное лечение. И оказывается медицинская помощь по профилю онкология по всем локализациям и в том числе гематологии. В университетской клинике имеется роботосистированная система робот-довинчи, на которой также выполняются все виды органосберегающих и реконструктивных операций. На сегодняшний момент происходит развитие службы лучевой терапии, внедрение интероперационно-лучевой терапии. У нас есть автономная служба онкоморфологии, есть возможность привлечения смежных специалистов для выполнения расширенных вмешательств. И в нашем штате есть 4 академика и 3 член-корреспондента Российской академии наук, которые непосредственно принимают участие в лечении данной группы пациентов. Я не буду останавливаться на статистических данных. Я думаю, в данной аудитории все прекрасно знают все эти цифры. Для определения тактики лечения данной группы пациентов остановлюсь немножко на основных критериях, которые нужно рассмотреть. Это критерии со стороны опухоли. Очень много интересных докладов было на форуме по поводу биологического портрета опухоли, который непосредственно позволяет спрогнозировать течение заболевания и более точно составить индивидуально персонализированный план лечения. На сегодняшний момент следует очень тщательно рассматривать такой критерий, как состояние пациента, пол, возраст, сопутствующие патологии, так как основной пик заболеваемости приходится на возраст 65 лет. Это пациенты, которые уже перенесли и имеют какие-то кардиологические проблемы и букет сопутствующих заболеваний. И также немаловажный фактор – это та команда врачей, которая непосредственно будет осуществлять лечение, чтобы пациент максимально последовательно получал все этапы не только лечения, но и реабилитации. Золотой стандарт – это мультициплинарный подход. И на сегодняшний момент все методы в онкологии применяются для лечения больных с опухолями головы и шеи. При лечении первичной опухоли основные задачи – это излечение и продление жизни пациента, но также сохранение органа у пациентов с резектабельными опухолями и сохранение высокого качества жизни. Если же мы имеем дело с пациентом, у которого есть рецидив опухоли, то, соответственно, вопрос о сохранении органа снимается. Но более актуальным становится вопрос сохранения качества жизни пациента. Итак, вопрос. Как же лечить рецидивную опухоль? Любой онколог, сталкиваясь с таким вопросом, сталкивается со следующими проблемами. Это измененная анатомия, следствие проведенного ранее лечения, неизвестный или нет четких границ опухоли. При этом есть межклеточная диссеминация опухолевых клеток, нарушение мягкой циркуляции, имеется фиброз мягких тканей, полслучевой, химиотерапевтический или послеоперационный. Немаловажная проблема – это состояние пациента, который испытывает очень сильный стресс. Он испытал стресс, когда он узнал, что у него вообще имеется злокачественная опухоль. Затем он прошел многокурсовое лечение и потерпел, так сказать, фиаско, имеет рецидив. Поэтому я считаю, что кроме общего соматического состояния, еще необходимо обращать внимание на такую проблему, как психоэмоциональное состояние. Ну и, исходя из всего этого, как вывод, необходимо данную группу пациентов агрессивно и с применением многих компонентов лечить. Значит, я представлю небольшой опыт, пятилетний опыт лечения данной группы пациентов в нашей клинике. В нашей клинике была пролечена 263 пациента, треть пациентов имела второй рецидив заболевания, и были пациенты с пятым рецидивом, это 8,5%. Количество пациентов с местным рецидивом и региональным цитазием составило 15,5%. В основном это были эпителиальные опухоли, в основном плоскоклеточный рак. Ранее установлены стадии, это, конечно же, третья и четвертая стадии заболевания, локализации основные это были полость рта, язык, рак кожи и щитовидная железа. Так как наиболее эффективный метод лечения комбинированный для первичных опухоль, то, соответственно, это, по нашим статистическим данным, подтвердило, что большая часть пациентов именно подверглась ранее комбинированному лечению. Итак, какие можно применять методы комбинированного лечения рецидивного рака органов головы и шеи? Во-первых, это расширенные хирургические вмешательства с реконструктивным пластическим компонентом, микрохирургическим компонентом, применение интероперационной учевой терапии, которая позволяет повысить аблацию после таких расширенных вмешательств, применение роботоассистированных операций для тех пациентов, которые имеют обухоль в труднодоступных областях без расширенного доступа. Возможно применение реимплантации органов и тканей, применение стереотоксической радиохирургии, физических методов лечения, таких как фотодинамическая терапия, радиочастотная абляция, применение таких лекарственных методов лечения, как внутриартериальная химиотерапия, химиомбилизация, локальная химиотерапия, таргетная иммунотерапия. Обязательно к этой группе пациентов необходим командный подход, то есть мультидисциплинарная команда к этой группе пациентов, она расширяется с внедрением смежных специалистов, таких как таракальные хирурги, кардио-онкологи, сосудистые хирурги. И еще важный момент – это хирургическое лечение, метастатическая болезнь, сечение метастазов, непосредственно фотодинамическая терапия этих очагов, радиочастотная абляция, резекция пораженных органов или костей, суставов с эндопротезированием и без. И очень важный метод – сопроводительная терапия, которая может сочетаться с любым из этих вышеперечисленных методов. В основном пациенты, которые получали у нас лечение, они были подвергнуты хирургическому лечению, это 65%, комбинированное лечение были подвергнуты 32% пациентов. На нескольких клинических случаях попробую рассказать о том, как мы вот эти методы применяли. И первый случай – это пациентка 77 лет с рецидивом дифференцированного рака щитовидной железы, после хирургического лечения и радиотерапии с обширным поражением мягких тканей шеи, смещением органов шеи и с прорастанием средостения, с формированием синдрома верхней полой вены, удручающей картинки мультиспиральной компьютерной томографии. У пациентки была выполнена расширенная тереотектомия с лимфоденектомией, с тернотомией, удалением опухоли верхнего средостения и с применением реконструктивно-пластического компонента в виде перемещенных сложных кожно-мышечных лоскутов, с включением обеих грудных мышц. Данные пациентки с рецидивом высоко дифференцированного рака щитовидной железы, с смещением также органов шеи, дисфагии и стенозом, мы выполнили также расширенный тереотектомию с лимфодисекцией и непосредственно провели курс интероперационно-лучевой терапии на аппарате Интробим. Эта пациентка к нам обратилась с рецидивом рака ротоглоки после полного курса лучевой терапии. Пациентка настаивала на сохранении ее облика наружного и категорически отказывалась от каких-либо разрезов на лице. Пациентка выполнила роботоассистированная резекция ротоглоки в виде этапа разметки предоперационной и непосредственно удаления самого препарата. Для закрытия образовавшегося дефекта мы применили лучевой лоскут с применением микрохирургической техники. Это вид раны непосредственно на операционном столе. Вид пациентки через три недели после удаления назогастрального зонда пациентка была нетнотрахеостомирована и через три месяца она даже приняла участие в программе «Жить здорово» с Еленой Малышевой, как раз рассказывая о своем уникальном случае. Сегодня уже говорили и вчера о фотодинамической терапии. Мы ее применяли у пациентов с неоднократными рецидивами. Например, как у данного пациента с рецидивом рако-ротоглоки, мы применяем многокурсовую фотодинамическую терапию в сочетании с иммунотерапией препаратом Китруда. Также у нас есть опыт применения фотодинамической терапии. У возрастных пациентов, как в данном клиническом случае, пациенту 93 года, у него возник рецидив после радикального курса лучевой терапии рака гортани. Такие физические методы лечения, как радиочастотная абляция, очень хорошо сочетаются и имеют хороший эффект с локальной химиотерапией, как в данном клиническом случае, когда к нам обратился пациент с метастазами в лимфатические узлы на шее рако-ротоглотки после полного курса химио-лучевой терапии, многократных курсов химиотерапии. От него отказались все лечебные учреждения. На первом этапе мы выполнили расширенную лифоденоктомию с закрытием дефекта большой горной мышцы. Однако у нас возникали неоднократные рецидивы, опухоль иссякалась, и в настоящий момент пациент находится у нас на многокурсовых радиочастотных абляциях в сочетании с локальной химиотерапией, с применением такого депонированного, депо-платина он получает еще местно. Внутриартериальная химиотерапия, она тоже уже обсуждалась на данном форуме, имеет свои определенные преимущества, такие как снижение общей токсичности и повышение эффективности. Как в данном случае пациент после трех курсов индукционной химиотерапии обратился к нам с продолженным ростом в области ротоглотки, и после трех курсов внутриартериальной химиотерапии платины мы не обнаружили локальную опухоль, ни по данному МСКТ, ни локальную, что позволило выполнить пациенту органосохранную биосистированную резекцию ротоглотки с шейной лимфоденэктомией. Этот клинический пример очень редкой опухоли. Пациентка к нам обратилась сначала первично. Диагноз был установлен у нее как биофенотипная синоназальная саркома из оболочек периферических нервов полости носа. Также пациентка просила сохранить ей лицо. В апреле 2017 года мы выполнили удаление опухоли полости носа с применением внепланарного хирургического доступа по типу демаскинг. Однако в январе 2018 года у пациентки возник рецидив в области гайморо-пазухи. И тут мы применили роботостированную удаление опухоли через доступ по Денкеру с КТ-навигацией. Срок наблюдения пациентки составляет полтора года. Вот эта фотография сделана буквально несколько дней назад. Вы видите лицо до лечения и после. Оно ничем практически не отличается. Данных за рецидив нет. В тех ситуациях, когда у пациентов имеется обширный рецидив рака щитовидной железы и мы вынуждены удалять окружающий орган, таких как, например, в данном случае трахею, можем также применять реконструктивно-пластический компонент, как в данном клиническом случае. Видите, этапы планирования закрытия дефекта. Была изготовлена стереолитографическая модель индивидуальный имплант из искусственных материалов. Далее пациенту выполнена префабрикация этого импланта в лучевой лоскут и последующая пересадка в применении микрохирургической техники. Пациент деканулирован, просвет архей полностью восстановлен. Далее мы перейдем к такому методу, как вертовопластика, лечение метастатической болезни. Он может применяться как в самостоятельном режиме, так и в сочетании с бисфосфонатами. И также возможно сочетание вертовопластики с ламиноктомеда, лением микотканной части опухоли из позвоночного канала при наличии уже стеноза неврального канала и с установкой систем стабилизации, как в данном случае использовалась система Легоси. Нам повезло, что в нашей команде есть талантливые вертеброхирурги, которые выполняют такие операции. Она не в единственном у нас экземпляре выполнена. Этапы удаления опухоли, стабилизация системы и вид пациентки на полностью реабилитированном, функциональном и нет рецидива локального. В те случаи, когда требуется привлечение смежных специалистов, будут сейчас представлены, пациентка с метастазом плоскоклеечного рака в шейной и надкультичные лимфатические узлы, ей проводилась химио-лучевая терапия без какого-либо эффекта. И когда у пациентки обнаружено простание в общей сонной артерии, пациентка обратилась в нашу клинику на консилиуме совместно с сосудистыми хирургами и с кардиохирургами. Было принято решение в хирургическом лечении этапы выполнения расширенной лимфоденоктомии с резекцией сосудистого нервного пучка и протезированием данного дефекта. Более сложная ситуация у пациента с рецидивом сарковой мягкой ткани шеи, когда было проостание также в гортань, пищевод и сосуды не только шеи, на переднее и верхнее средостение и дугу аорты. В пациентке выполнено удаление опухоли с резекцией окружающих органов, сосудов, этапы по восстановлению дуги аорты и сосудов, отходящих от аорты и закрытие дефекта сложными ротационными лоскутами. Ну и как вывод из вышесказанного, что основные цели при таких обширных хирургических вмешательствах – это, конечно, закрытие послеоперационного дефекта, защита жизненно важных структур, попытка восстановления естественного питания, дыхания и внешнего вида пациента. Мы использовали чаще в своей практике микрохирургические аутотрансплантанты и ротированные лоскуты. Эстетический результат – более половины процентов был оценен пациентами как хороший, и полную реабилитацию получили 81% пациентов. Ну и как выводы, возможности внедрения всех этих методов лечения рецидивных опухолей органов головы и шеи в настоящее время довольно-таки широкий и позволяет максимально продлить, не только продлить жизнь пациенту, но и сохранить ему качество жизни. Спасибо. Спасибо, Наталья Сергеевна, интересные сообщения. Да, сейчас, две минуты, если можно. Много таких сложных случаев, которые продемонстрировали. У меня такой вопрос. Складывается впечатление, что нет пределов для хирургии, которая заявлена. Но все-таки есть ли какие-то противопоказания, где граница, где нужно остановиться, или вы таких границ не видите? Всем нужно, при любых рецидивах, при любом распространении нужно делать операции. Нет, конечно, мы же адекватные люди. Есть противопоказания ситуации, когда мы останавливались и отказывали пациентам и переходили к другим более щадящим методам лечения. Данные случаи были, как сказать, самые яркие представлены, и они были возможны только благодаря именно привлечению смежных специалистов и тщательному планированию и подготовке этих пациентов. Потому что эти пациенты, они еще тяжелее, чем первичные пациенты и в моральном и физическом плане, и в наличии запустующих заболеваний. Я уже перечисляла проблемы с тем, что мы уже получали пациентов с ограниченными пластическими возможностями, так сказать, когда они перенесли до этого несколько реконструктивно-пластических операций. Поэтому есть, конечно, граница. Каждого нужно индивидуально оценивать, и не всех надо оперировать, конечно. Сергей Олегович, пожалуйста. Да, спасибо, Алина Мурадович. Как раз продолжение тогда. Тяжелая и больная. Плоскоклеточный рак, метастазы в ягулярной зоне подключичной, да? Вы выполнили замечательную операцию, вы представили это все. Каков алгоритм был у вас выявление первичного очага? Ну, алгоритм стандартный, обследование по всем органам и системам. Не знаю, не видел. Ну, пациентка, прежде всего, мы исключали заболевания, конечно, органов головы и шеи. Исключали шеи и куматки, рак легкого исключали. Пищевод по стандартной схеме. Все было обследовано. Сколько времени ушло на выявление первичного очага? Ну, в пределах двух недель где-то. Хорошо, спасибо. Так, да, еще вопрос, пожалуйста. Спасибо за очень интересный доклад, хорошо систематизированный. И вот я обратил внимание на список методов, которые вы применяете в лечении. И заинтересовало, конечно, те методы, которыми мы занимаемся, которые нам интересны. В частности, метод интрооперационной лучевой терапии с применением аппарата Интробим. Этот аппарат создает пучок рентгеновских лучей низкой энергии. То есть этот метод значительно отличается от того, чем мы занимаемся. Вот как бы вы могли бы коротко, конечно, без лишней детализации рассказать об этом методе. Сколько больных у вас обычно проходит, ну, какая эффективность, какие локализации, какие опухоли. Это будет такой, чтобы договориться. Докорство можно. Существует опыт интрооперационной лучевой терапии. Он, конечно, очень разнообразный. Вы работали на Бетатроне. Когда я работал на Силу Герцена, это была группа пациентов на двух аппаратах. Микротрон отечественного производства, линейный ускоритель и Филипс. Потом появилась сфера вот этих вот, так сказать, новых аппаратов Интробим. Чем они отличаются? Вы правы. Там, к счастью, не разогнанные электроны, а низкая энергия. И в этом и сила, и слабость этой машины. Сила в том, что меньше получаемых осложнений, возможность контактного аппликации прямо в ране. И это для хирурга очень удобно. В частности, для головы и шеи есть так называемые плоские площадки. И, извините, я на себе покажу. Когда идет врастание клетчатку и мышцы шеи, паравертебральные и вся остальная группа мышц шеи. Вот конкретная аппликация на эти места, она, конечно, идеологически должна повысить индекс R. R1, R0, сделаем его R0, да, то есть повысим областей смешательства. Сфероиды хорошо подходят для лечения интероперационной пазухи гайморовой. Там как раз индивидуально по размеру черепа и размерам этого структуры можно подобрать аппликаторы. Цилиндры как раз работают под таким сложным локализациям, о которых она говорила. Это позвоночник, вплоть до внедрения в межтеловое пространство. И как раз-таки здесь низкие электроны, чем еще хороши, работая в критических зонах, как, например, тот же самый сонная артерия или спинной мозг, дурматор, или основание черепа, мы, к счастью, уберегаем от возможных радиационных повреждений с последующим радионекрозом этой зоны. Это свои, как говорится, плюсы. Минусы, конечно, в том, что когда классические специалисты по дистанционной лучевой терапии говорят о том, что мы слишком локально работаем по этой зоне. Поэтому, как и у любого меда, есть свои за и против. Но, что принципиально важно здесь было отмечено в докладе, это позволяет до нового вернуться к ситуации, когда уже была до этого лучевая терапия в дозе 60 грей, и локально дать эту дополнительную лучевую нагрузку без общих реакций каких-то. И фактически, ну, есть некая такая идеальная конструкция, да, есть такая, так сказать, вот эта вот пиковая нагрузка точки брега. Так чем хороша рениотропия, мы фактически начинаем облучение прямо с самого пика точки брега, и дальнейшее, так сказать, торможение, оно буквально измеряется там теми миллиметрами, которые заказываешь. Разовое, а для интероперационной то же самое. Вот как раз протоны тоже не достигать. А так как ты в той точке, где ты поставил аппликатор, это и есть точка брега, самая высшая. А дальше по нисходящей, очень щадящий перепад энергии идет. Вот, так сказать, свои преимущества. Ну, а по системный анализ будет набираться, значит, это две машины такие. Так, естественно, он будет набираться, потому что задача поставлена по применению максимально широких локализаций. То есть это поджелудочная, это, соответственно, сарковая мягкая ткань, это голова шеи и так далее, маловая железа, естественно, и так далее. Спасибо. Игорь Владимирович, я хочу воспользоваться, раз Вы уже взяли микрофон, тоже Вам вопрос задать. Просто создается впечатление, что, вот мы сегодня много, во многих докладах говорили, о лучевой терапии, о разновидности разных вариантов лучевой терапии. Создается впечатление, что это, ну, понятно, что у непосвященных людей, мы-то все понимаем все, что это какая-то волшебная методика, которая как резинкой можно стирать опухоль. В таком случае возникает вопрос, а почему развиваются рецидивы после радикальной лучевой терапии? То есть мы понимаем, что есть устойчивые клетки, которые даже при мегавысоких, да, не остаются живыми. Поэтому было бы интересно, вот то, о чем Вы говорите, было бы интересно проанализировать. Может быть, у Вас когда-то опыт накопится, и Вы покажете прям в рамках доказательной медицины, как это работает. Это интересно, на самом деле. Ну и вообще вопрос, ну, очень короткий, если Вы нашли пределы, да, Брэш, ведь сейчас появление большого количества препаратов типа таргетного направленности, вот ряду пациентов, когда действительно уже испытано все, что можно, хирургия сопровождения, то, о чем было сказано, там, вертебропластики, там, этапные РЧА или ФДТ, они вот этот статус хронического онкологического больного позволяют поддерживать достаточно долго. И в этом, конечно, то преимущество, что у нас появляется все больше и больше возможностей и системного воздействия. Да, пожалуйста, еще вопрос. Меня очень заинтересовала внутриартериальная химиотерапия. Я так понимаю, не много центров России, которые этим занимаются. Первый вопрос – это доступ, который осуществляется к опухоли. Ну и второй вопрос, наверное, пользуйтесь ли вы какими-то сферами, чтобы заблокировать действия цитостатиков в выбранном регионе. И, может быть, есть какие-то работы по введению туксимабов внутриартериальной? Что-нибудь, такие попытки были? А есть у вас такие работы? Ну, я у американцев видел, да. У американцев есть такие работы. И я даже, скажу больше, для глиобластом видео туксимаб вводят. Ну, может быть, так как вы впереди планеты, все, может быть, вышли. А по доступу? По доступу к опухоли головы шеи, к рецидиву. Каким доступом пользовались? Я просто по фотографии... Да, я тоже хотел сказать, что по фотографии видно, что это через височную поверхность. А здесь, да, в данном случае. Представленный пациент, он был с тяжелой сопутствующей сосудистой патологией, поэтому было принято решение доступ именно височно осуществить, и он у нас получился. А так, конечно, чаще мы используем бедренный доступ. И ветви наружные соны. Да, мы совместно с ангиохирургами пополняем. Но это достаточно массовое явление? Нет, не массовое. Височный доступ мы начали применять лет 20 назад. А до нас все равно? Да, и был опыт введения платины через поверхность височной артерии, и катетер устанавливался чуть-чуть ниже, над бифуркацией общественной артерии. Но я хочу просто добавить тоже, что вот доктор вопрос правильно задал, на самом деле. Этих работ много уже, они там 30-летней даже давности, когда и лицевой, через лицевую артерию, через общую сонную артерию, и у нас в том числе в клинике Патчин Александр занимался этими вещами. И в мире такой опыт большой, но почему это все встало? Мы же все помним, что был пик интереса, потом раз резко это все рухнуло, и забыли все про это. Почему? Потому что начинались осложнения, колоссальные некрозы, и катетеризация вот таких вот, неселективная катетеризация сосудов, она ни к чему хорошему не приводит, ни к каким прекрасным результатам. Ну, может быть, у одного больного, у него больных. Да, то есть как метод выбора может быть у кого-то конкретно больной, но это не должно быть правило. Я соглашусь вот с тем вопросом, который был. И сейчас весь мир пришел к тому, что нужно выполнять селективную, суперселективную, суперселективную, да, суперселективную катетеризацию. Конечно, безусловно, безусловно, это зависит от размеров опухоли. Да, как правило, в комбинации системной терапии. Ну что, и... Хороший вопрос, хороший разговор, как раз. Да.